МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Устраивание новых эффективных механизмов диалога между государствами. Именно поэтому мы выдвинули идею G-Global, которая позволяет консолидировать интересы всех стран», сказал Назарбаев. Относительно небольшой объем казахстанской экономики президент республики назвал преимуществом. «Нам для разворота времени нужно меньше. Мы на это надеемся, рассчитываем, что сможем оседлать сегодняшний переход и быть в числе стран, которые освоили новую технику, новые технологии», сказал Назарбаев. «Доходы Казахстана от транзитных перевозок к 2020 году составят 5 миллиардов долларов», сообщил президент нашей страны Нарсултан Назарбаев. «Ежегодно удваиваются объемы транзитных контейнерных перевозок с Востока через Казахстан и Россию и Европу. Этот путь занимает 16 суток. Путь через океаны и моря занимает 46 суток. Вот вам сравнение», сказал президент. «Вместе с тем доля альтернативной энергетики в Казахстане достигнет 30% к 2020 году», заявил Назарбаев. Он призвал страны приступить к разработке общих правил по использованию и регулированию криптовалют. Пять человек погибли в результате ДТП в Алматинской области, передает Костак. Факт подтвердили в областном ДВД. Как пояснили в пресс-службе ведомства, 16 мая на автотрассе Алматы-Бишкек столкнулись автомашины марки «Мерседес», «Санъемка» и грузовой автомобиль «Ивека». Трагедия произошла утром 16 мая близ села Унгуртаса на автотрассе Алматы-Бишкек. В результате произошедшего ДТП скончались пять человек. Плюс к этому четыре человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сейчас назначены все необходимые в подобных случаях экспертизы. Проводятся досудебные расследования, отметили стражи порядка. В Усть-Каменогорске задержанный подаварен в изолятор временного содержания. Водитель, сбивший на смерти девятилетнюю девочку, сообщили в пресс-службе ДВД Восточно-Казахстанской области, информирует Костак. Накануне 46-летний водитель общественного транспорта возле остановки на пешеходном переходе, не убедившись в безопасности движения, допустил наезд на ребенка, сообщили в пресс-службе ДВД. В результате сильного удара девятилетняя девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия, пояснили в полиции. Скорая помощь в Южно-Казахстанской области сбила на смерть ребенка, сообщили в пресс-службе ДВД, пишет Костак. ЧП произошло в городе Кентау. Спецмашина службы скорой помощи марки Hyundai Star Rex под управлением дежурного водителя осуществлял движение задним ходом и совершил наезд на несовершеннолетнего, сообщили в ДВД региона. Отмечается, что от полученных травм ребенок скончался на месте происшествия, по данному факту проводятся досудебные расследования. Прокуроры из Караганды задержались по личным при получении взятки, сообщает Костак. Накануне сотрудниками Департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры при получении взятки в размере 300 тысяч тенге за применение в отношении трех подсудимых уголовного наказания, не связанного с реальным лишением свободы, задержан с поличным прокурор отдела прокуратуры района имени Казбекби города Караганды Балхабет Кулым, сообщили в Генпрокуратуре. О городских новостях вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Вы смотрите программу «Факт» на Рик-ТВ и мы продолжаем. С момента гибели в лифте многоэтажного дома телеведущей Айзет Абдисамат прошло полтора месяца. За это время лифт в подъезде до сих пор не починили. Он так и стоит открытым, одним своим видом напоминая трагедии. По словам представителей обслуживающего дом КСК, замена подъемников в 19-м доме 12-го микрорайона сегодня зависит от согласия жильцов. Им предложили участвовать в программе модернизации лифтов. Вот тот злосчастный лифт полтора месяца назад лишивший жизни 27-летнюю Айзет Абдисамат. 4 апреля женщина погибла из-за его неисправности. Рядом с ней в момент трагедии находилась трехлетняя дочь. Сегодня кабина лифта убийцы продолжает оставаться открытой. Ее перегородили деревянным поддоном. Все так же висят желто-черные ленты. По словам работников ТО «Жанобегсервис», обслуживающего дом номер 19 в 12-м микрорайоне, им запрещено восстанавливать дверь лифта на время следствия. Мы могли бы ее там закрыть, да, вот это, то, что когда вот это происшествие случилось, там дверь, получается, сломали, сломали, да. Теперь ее, чтобы закрыть, надо дверь обратно хотя бы чуть восстановить и закрыть. Но так как следствие еще не закончилось, нам сказали, пока ее вообще дать эту дверь не трогать, этот лифт вообще, даже близко не подходить. По этому поводу мы ничего там не предпринимали. После того происшествия в Октюбе стали экстренно проверять лифты. Сегодня ни в одном из подъездов 19-го дома в 12-м микрорайоне подъемники не работают. Комиссия признала их неподлежащими к эксплуатации. Все четыре подъезда, все лифты сказали менять, уже не подлежит эксплуатации. По этому поводу, вот по программе модернизации лифтов, бюджеты деньги выделяют, как бы в рассрочку, да, как это... Теперь мы прошлую пятницу, в субботу проводили жильцам собрание, общее собрание. С третьего подъезда на собрание почти никто не вышел, только два человека вышли. Они дали свое согласие. Отметим, что телеведущая Айзат Абдисаман жила именно в третьем подъезде дома. По словам представителя КСК, обслуживающего дом, во время собрания жильцы этого подъезда предпочли наблюдать за обсуждениями из окон. А ведь для замены лифтов необходимо согласие 70% жильцов. Теперь все зависит только от них, но за свою безопасность придется платить и собственного кармана. По программе модернизации, подсчитал Кайсар Сабиров, это обойдется примерно в 3000 тенге в месяц в течение 7 лет. Между тем, некоторые жители двора после трагической смерти женщины вовсе перестали пользоваться лифтом. Конечно, даже после этого мы боимся уже лифт, ключ покупать. Нам удобно пешком спускаться, подниматься. Раньше у нас тоже лифт больше не работал, можно сказать. Поэтому мы не стали это, как будто просто так платим. Не стали покупать и после трагедии вообще не стали. Лифт нужен, конечно, особенно нам, пожилым или тем, кто живет на верхних этажах. Но все лифты сейчас старые, мы боимся в них ездить. Родные погибшей Айзат Абдисамад ждут наказания виновных. По их словам, дело не двигается с мертвой точки. Чем мы недовольны? Потому что никто не наказывает еще. То, что есть же все доказательства, что там стояла перемышка, а не продохранители, как положено. Они хотят лифтера простого рабочего просто сделать виноватым и все. Но сами так подумайте, лифтер перемышку не поставит же. Это сверху приказ, значит, было. А что за перемышка? Почему не наказывает вот этого человека? И уже месяц, полтора месяца даже прошло. Комиссия подвела итоги проверок лифтов в Актюбе. В результате выяснилось, что техническое освидетельствование имеется лишь у 18 лифтов. Техпаспорт есть у 169. Также было выявлено 56 бесхозных подъемников. Технически неисправных лифтов, которые эксплуатировались актюбинцами до проверки комиссии, выявлено 149. А 22 лифта находились в аварийном состоянии. Асиль Кинжалин, Алексей Уразов, программа «Факт». Экспресс-лаборатория, в которой можно проверить готовые продукты на качество термической обработки, работала этим утром в районе Центрального рынка. Как известно, здесь, в неустановленных местах торговли продают молочные продукты, салаты, самсу. Акция была организована Управлением охраны общественного здоровья в целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. Насколько безопасны продукты питания, которые продают в неустановленных местах в районе Центрального рынка, проверяли сегодня. Здесь несколько часов работала экспресс-лаборатория, с помощью которой можно было в течение нескольких минут определить, нет ли в составе хлеба, сыра или молока кишечной палочки. Летом риск подхватить кишечную инфекцию возрастает в разы, уверены специалисты городского управления охраны общественного здоровья, организаторы акции с участием специалистов филиала Национального центра экспертизы. Как правило, в районе Центрального рынка целыми днями прямо под открытым небом продают салаты, хлебобулочные изделия и молочную продукцию. За текущий период 2018 года зарегистрировано 170 случаев острых кишечных инфекций, в том числе среди детей до 14 лет 167 случаев. А пищевых отравлений было 11 случаев, из них среди детей было до 14 лет 11 случаев. По словам жителей Актюбе, то, что покупать на улицу пищу не всегда безопасно, они знают, но уповают на авось. Вот Айран купила у рынка на улице. Знаю, что всякое может быть, но всегда надеюсь, что мне попадаются порядочные продавцы. Сын просто именно такой кефир любит, домашний. Рада, что только что в моем Айране ничего опасного не выявили. В ходе акции санитарные врачи консультировали актюбинцев по вопросам приобретения качественной продукции, раздавали информационные буклеты и рассказывали о профилактике острой кишечной инфекции и пищевых отравлений. Асель Кинжалина, Алексей Уразов, программа «Факт». С наступлением теплой погоды пожароопасная обстановка в городе становится особенно напряженной. Об этом сегодня говорили работники ДЧС области. По их информации, на территории областного центра с начала года от сжигания мусора зарегистрировано три факта возникновения пожаров. Все нарушители правил пожарной безопасности были привлечены к административной ответственности. Люди максимально пытаются избавиться от мусора и от прошлогодней травы, но делают это зачастую не самым безопасным способом. Управление по отчисленным ситуациям города Октюбе предупреждает. Выжигание сухой травы, сжигание мусора может привести к пожарам, повреждению имущества, травмированию и даже гибели людей. Не допускайте разведения костров ближе 50 метров от зданий и сооружений. Будьте осторожны при курении. Для цели пожароотрушения имейте на личных подворьях емкости с водой и песком, либо иные первичные средства пожароотрушения. При усилении ветра обязательно прекратите топку печей, пользование открытым огнем. Отдыхая на природе, не оставляйте бесконтрольно разведенные костры. В Октюбе с рабочим визитом находится председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей Атамикен Тимур Кулебаев. Сегодня он посетил Академию творчества, где принял участие в расширенном заседании регионального совета Палаты предпринимателей. Подведение промежуточных итогов развития малого и среднего бизнеса в Октюбинской области состоялось в присутствии главы региона Бердбека Сапарбаева, представителей госорганов и предпринимателей. Напомним, это уже третье расширенное заседание совета, которое проходит под председательством главного защитника всего казахстанского бизнеса Тимура Кулебаева. Хочу поблагодарить, наверное, от имени всего бизнеса, руководства области, тем, что есть такая большая поддержка и взаимодействие. Как раз диалог между бизнесом и властью – это та задача, которая Атамикен с самого первого дня своей работы создавался. И мы на республиканском уровне. Центральный аппарат работает с правительством, работает с Можлисом, с Сенатом, работает с правоохранительными органами по защите прав и интересов бизнеса. В данной сфере задействовано более 30% активного населения области. Благодаря усилиям предпринимателей в минувшем году было реализовано 73 социальных проекта на сумму 29 миллиардов тенге. В текущем положительная тенденция сохраняется. Продолжается строительство 33 объектов, на что затрачено 28 миллиардов. Проводится работа по развитию бизнеса на селе. Обучение прошли только в нашей области 1125 безработных и самозанятых граждан со всех районов области. Задача местной власти – это создать бизнес-климат, чтобы бизнесмены могли спокойно, не гладиваясь никуда, без соответствующих административных барьеров, работали. Мы, выполняя поручения президента, стараемся создать все условия, результаты есть. Вы сейчас сказали, по отношению прошлого года, самый главный вопрос для нас – это сохранение темпа роста экономики. На заседании были названы и проблемные вопросы, по мнению главы региона – это повышение тарифов и отсутствие государственного финансирования программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Но, как выяснилось, наверх поступают и другие печальные факты из Актубе – о запущенности лифтового хозяйства, состоянии дорог, пищевых отравлениях и прочих неприятностях местного значения. Не только реагируем на обращения предпринимателей, но и делаем анализ регуляторного воздействия, какие необходимые изменения в законодательстве сделать и совместно эту работу проводим. По «Дорожной карте бизнеса» это вопросы животрепещущие, поэтому мы будем с правительством над этим работать. Абладий Сайдович потом более подробно скажет. Но в целом правительство сейчас работает над тем, чтобы изыскать средства для «Дорожной карты бизнеса». Я думаю, что это сейчас самый важный вопрос. По стабильности тарифа мы тоже занимаемся, будем поддерживать. Особенно, когда это касается проектов КЧП, чтобы не происходили изменения. И когда уже мы посчитали ТЭО, сделали инвестиции, а потом начинают менять тарифы, экономические условия ухудшаются, понятно, что не работает такая схема. По линии защиты бизнеса за последние 4 года в НПП поступило более 22 тысяч обращений. 40% из них имеют положительное решение. Защищены имущественные права предпринимателей на сумму свыше 92 миллиардов тенге. Кроме того, порядка 73% замечаний и предложений НПП были учтены госорганами. Ирина Гудь, Жеслан Жубаев, программа «Факт». Казахстанцы полетят на чемпионат мира по футболу вместе с Альфа-банком. С 25 января по 17 мая каждый житель Казахстана мог приобрести карту футбольного болельщика FIFA 2018 от Альфа-банка и стать участником розыгрыша билетов на чемпионат мира по футболу. Руководство банка сегодня в ходе пресс-тура подробно рассказало о республиканской акции «Побеждай с Альфой». Филиал Альфа-банка в Актобе провел пресс-тур с представителями ведущих СМИ региона. Главным спикером мероприятия выступила директор филиала Альфа-банка в Актобе Асия Кулдыбаева. Основной темой стали итоги работы банка за 2017 год, планы на будущее и результаты масштабного розыгрыша, в рамках которого Альфа-банк дарит билеты на чемпионат мира по футболу 2018. Сегодня Альфа-банк Казахстана предлагает выгодные и удобные продукты и услуги для малого и среднего бизнеса, а также кредиты для физических лиц и карты с кэшбэк. Надежность банка подтверждена реальными цифрами. За 2017 год Альфа-банк вошел в тройку лидеров по уровню кредитного рейтинга среди банков Казахстана. В топ-4 по приросту судного портфеля и в топ-5 по приросту вкладов юридических лиц. Мы активно начали кредитовать физических лиц, сфокусировались на интересах и обслуживании индивидуальных предпринимателей и небольших компаний. Запустили проекты с крупными партнерами по кредитованию в сетях Казпочта и Технодома. Рассказала спикер и об акции «Побеждай с Альфой», в рамках которой банк разыгрывает билеты на самые зрелищные матчи FIFA 2018. Подведение итогов третьего и завершающего этапа розыгрыша для физических лиц состоится 22 мая. Альфа-банк Казахстана стал официальным региональным партнером чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в России. Мы не могли пройти мимо такого события и не поделиться его частичкой с казахстанцами. Поэтому запустили акцию «Побеждай с Альфой». Она стартовала 25 января и завершила 17 мая. Но в ближайшие несколько дней будут подведены итоги розыгрыша, где определятся еще три счастливых обладателя билетов на FIFA 2018. Напомним, в розыгрыше участвовали казахстанцы, открывшие карту футбольного болельщика FIFA 2018 от «Альфа-банка» и выполнившие все условия акции «Побеждай с Альфой». Наш филиал работает с 2013 года. За это время мы смогли завоевать доверие самых лучших клиентов и партнеров, которые доверяют нам. А мы, в свою очередь, предоставляем им самый лучший сервис и стремимся совершенствовать свои продукты и услуги. По итогам 2017 года наш филиал вошел в пятерку лидеров. Мы заняли, вернее, первое место по приросту судного портфеля и по приросту транзакционного дохода. Наши сотрудники, два сотрудника, стали альфа-героями и получили поощрение от руководства нашего банка. Казахстанское представительство «Альфа-банка» входит в частную международную холдинговую компанию ABH Holdings SA банковской группы «Альфа-групп» со штаб-квартирой в Люксембурге. Инвестиции холдинга ABHH сосредоточены в Нидерландах, России, Украине, Белоруссии и Казахстане. Общее количество штатных сотрудников компании насчитывает более 36 тысяч человек. Компания ABHH обслуживает более 17,9 миллионов частных и корпоративных клиентов, а суммарное количество отделений составляет 1161 офис. Филиальная сеть «Альфа-банка» представлена в 15 городах Казахстана. Это все новости к данному часу. Благодарю вас за внимание и напоминаю, что вы также можете ознакомиться с нашими новостями на сайте rektv.kz. Я с вами прощаюсь. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин